Реконструкция бассейна «Юность» должна была завершиться еще в 2020 году. Но сроки сильно сдвинулись. Строители затягивали работы. Подрядчиков дважды пришлось менять. Тревогу о спортивном будущем юных новоуренгойских пловцов забили родители. На встрече с губернатором Ямала в августе прошлого года они подняли вопрос о слишком долгом ремонте. Наблюдая за тем, как каждый раз сроки сдвигаются, недоумение, но надеюсь, что сейчас третьи попытки город это сделает. Мы со своей стороны финансирование это обеспечим. Тогда на объект зашел третий подрядчик. И дело пошло. Сейчас в здании уже идет пусконаладка оборудования. Строители обновили всю электрику, сети и коммуникации. Инженеры проверяют системы. Подъемник для маломобильных посетителей работает, лифт тоже. В здании 46 камер. Мышь не проскочит. Слепых зон нет. Они целиком охватывают весь периметр здания по улице, все коридоры, все чаши бассейна со всех сторон. Владимир Репин занимается видеонаблюдением. Его коллега Дмитрий Винокурцев с системой безопасности, в том числе пожарной. Пожарная тревога. Вынимайте. Работает система автоматического оповещения. Запускается речевое оповещение, опускаются лифты, включаются вентиляции, открываются автоматические ворота, разблокируется контроль доступа. А сердце здания обе чаши пришлось отстраивать заново. Сейчас вода прошла, необходимые проверки, можно плавать. Бассейн полностью готов к эксплуатации, что малая чаша, что большая чаша. Он набран, он уже работает, как положено циркулирует, фильтруется, соблюдается АПШ среда. В кабинеты уже завозят, расставляют мебель, надстроили третий этаж. Появилось место для зрительской галереи. Территорию рядом со зданием заасфальтировали и благоустроили. А на фасаде сияют множество ярких лампочек. Все работы практически завершены. Их качество должен проверить Госстройнадзор. Подрядчики не сомневаются, в сентябре здесь состоится первый заплыв. Людмила Невская, Роман Чернов, Наталья Колесникова. Время и мало. Новый Уренгой.